Зерно В году районный центр Ганцевичи с честью, как и надлежит, либо своим хозяевам уже на пути следования, встречая участников и гостей праздника, подтверждая тем самым и верность старинной традиции и отдавая должную дань уважения и почета тем, кто трудится на урожай. Потому как дожинки – это не только последний снов в поле. Это множество мероприятий и событий, объединенных в один день в единый душевный порыв. Мы приехали дарить праздник всем гостям и, главное, самым главным, почетным гостям, которые подарили нам новые урожай этого года. Очень радостная и приятная атмосфера. Люди очень доброжелательные. Все весело проходит. Атмосфера замечательная, много народу, у всех хорошее настроение. Ганцевичи – 24-й населенный пункт, который стал адресом проведения областного праздника дожинки ему, как неотъемлемая традиция, обязательно сопутствует значимой для города события. У Ганцевича им стало открытие капитально отремонтированной поликлиники. Учреждение получило новую жизнь в соответствии с современными требованиями и с большой перспективой. Здесь будет супермощный и супердостаточный технический центр. Не может быть, а без КТ, без МРТ, но все остальное, то, что сейчас говорил с руководством района, с руководством области, это создание максимально приближенных диагностических услуг, безусловно, ну и терапевтических услуг каждому жителю. В городе также произведен ремонт целого ряда других социально значимых объектов, обновлены помещения жизненно важных структур и открыт фонтан. С этого момента новая достопримечательность города и, скорее всего, любимые развлечения детворы и не только. Наш город очень красивый, очень много работали строительные организации и коммунальщики все, нам очень понравилось, наш город не познать. Очень произошли изменения, потому что дома отремонтировали, новые дорожки положили, а какие у нас клумбы с цветами. На самом деле, это замечательная возможность для людей всего города и района собраться вместе, посмотреть на новые возможности, что изменилось в городе, в районе, в области. Реализацию новых возможностей убедительно отобразили ярмарочные торговые ряды. Свою продукцию широко представили ведущие предприятия потребкоопераций, торговли, промышленности области, а также различных уголков нашей страны. Как итог высокого уровня производства и умения представить товар лицом. Продукты смачные, цены незначные, не одорвать вашей. Все мы с низким яскали, ты радкий гость, приходь за нас в счастье. Спасибо за хорошую работу. Рекордный урожай в этом году собрали. Кстати, речь идет о Каменецком районе. А это экспозиция Березовского мясоконсервного комбината. Мы очень рады, что к нам, Ганцевичи, пришли дожинки. Мы очень их ждали, поэтому великолепное настроение. Все очень здорово. Много вкусной еды, много музыки, веселья. Здорово. Яркое отображение тенденции развития в аграрном секторе. Машино-тракторный парк на полях – новое поколение сельхозмашин энергонасыщенных, высокопроизводительных и мощных, в том числе комбайнов-парк, которых также ежегодно обновляется. Только за последние два года сельхозпредприятий области приобрели порядка 300 новых комбайнов при общей численности 1400, что в значительной мере позволило слаженно и организованно провести всю уборочную. В основе технологии и прочительность людей, для которых жатва – не только непростой труд, но и праздник. Тяжелый труд, кто рано встает, тому Бог подает. То есть надо стремиться к чему-то выше, стараться. Это надо любить землю, работу. Можно сказать и праздник, потому что жатвы ждешь 11 месяцев, говорится целый год. Тут и праздник, и тяжелый труд. Как его триумф в праздничной шестве. Очень ярко, эффектно. Посмотрела пора. Вот нашу колонну прекрасно. Так, ребята, все с душой. В общем-то, чувствуется просто, что люди с душой подходят к своему делу. Очень рады, что мы находимся в этой атмосфере такой. Вообще приятно. Спасибо всем. Миллион триста пятьдесят мы получили зерна. 225 тысяч тонн мы получим рапса. Я думаю, порядка трехсот тонн мы получим кукурузу. И то есть урожай прошлого года, тот рекордный, практически будет обеспечен. В принципе, мы солидную третью часть каравая вложили в закорма нашей страны. Но, конечно, и кормовую базу Брестской области обеспечив. Мы не упали по урожайности. И, так сказать, мы потеряли меньше всего зерна. Брестская область, конечно, хорошо работает с технологией производства всех сельскохозяйственных культур. Они являются лидерами по всем направлениям. Поэтому работать, продвигаться необходимо дальше, совершенствуя технологию. Ну и то, что они имеют сегодня, конечно, это дало определенный результат, который не дала ни одна область. Среди 12 регионов Республики Беларусь валовый сбор зерновых, который превысил 100 тысяч, в Брестской области 4 района. Это Барановицкий район 167 тысяч, это Каменецкий 142 тысячи, это Пружанский 137 тысяч, 106 тысяч Брестский район. Благодаря именно Брестскому региону достаточно уверенно сегодня сельскохозяйство Республики Беларусь. И именно в Брестской области пятая часть всего сельхозпроизводства страны и четвертая часть переработки молока. Аграриям области приветственный адрес в связи с праздником Дожинки направил глава государства. Венец большой созидательной работы на полях награждение о лучших. В текущем году Каменецкий район принимал главу государства во время уборочной кампании. Следующим таким моментом, который отмечали, это было первое, мы навлечили 100 тысяч, что также на нашей территории. И миллион по области, который отмечался на территории Каменецкого района, это, конечно, для нас большая честь. Также победителями среди районов стали Жабенковский и Пружанский. Среди сельхозпредприятий – филиал «Комаровка Агра», открытого акционерного общества «Батчи», «Агрокалятичи», «Арепичи», общество с ограниченной ответственностью МРПИ, а также «Макарова Агра», «Агросад Рассвет». Наверное, получилось сплотить коллектив, чтобы он работал как единый механизм. И вот это и есть, наверное, самый основной залог успеха. Помощь неба и работа всего коллектива. Ведь есть такая поговорка, не было бы лучше и крепче гвоздей, если бы гвозди делали из наших людей. Ну что за благодарность? Если человек стремится, у него всегда получается. Так я вот сейчас учу молодых в своем хозяйстве. Если хочешь работать, надо интересоваться всем и приложить все усилия к тому, чтобы все получалось. Это моя первая такая награда глобальная. Наши компаньеры стараются. Ну это их заслуга в основном. Я так, следующее звено, так скажем, этой цепочки достижения больших результатов. Работа в поле – это очень интересная работа. Глава государства с самого начала своей президентской карьеры большое внимание уделяет развитию агропромышленного комплекса, обеспечению населения всеми необходимыми продуктами. И сейчас, по прошествии стольких лет, мы видим высокие результаты этой работы. На самом деле это замечательный праздник, который здесь проходит в Брестской области, в Ганцевичах. И он показывает, насколько важно для людей внимание, которое уделяется государством развитию сельского хозяйства, труженикам села. Один из примеров – молодежный экипаж братьев Лемешевских из сельхозпредприятия «Лопатина» Пинского района. Хорошо живется. Я построил свой дом. У меня семья четверо детей. Недавно исполнилось дочером в июне. Годик. Двойняшки родились. Дочери все время меня с работы ждут. Особенно маленькие сразу встречают в дверях. Даже иногда не ложились спать, ждали, пока я приду. Торжественная церемония награждения победителей жадвы продолжилась вдохновляющей концертной программой. К поселам, поехали к поселам, мне ленили в лесу, будем им пирать. Народными гуляниями и праздничным салютом. Песня «Лопатина» Субтитры создавал DimaTorzok